Ну, жестко, жестко, конечно, правда Дань, мы поняли, что у тебя есть бабки, ты ел в ресторане Показывайте ноготочки, которые я сделала Всем привет, ребята, с вами Аня Покров И это новый выпуск новостей Блин, теперь так прикольно, с этим ноготочком можно так делать Лол, ёпта рэп, новая новость, новость номер один А я номер один, а я непобедим Пошуршу, асмр Почему Коле никогда не нравятся мои цепочки? Снять бы еще с такими ногтями Да, мы это сделали, пацаны Короче, здесь сейчас будут лучшие комментарии с предыдущего выпуска Спасибо большое, что вы их пишете, потому что я все читаю, мне очень приятно И три, два, один, погнали! Это Ламба, а это Гелик, а это ваши лучшие комментарии Так что не забывай писать про все яркие новости, обсуждайте в комментариях Потому что я потом выношу вас вот в список лидеров И вы попадаете ко мне в видос А теперь к новостям Музыкалити с Валей Карнавал и Ларисой Долиной Долиной у нее был последний музыкалити Который сейчас обсуждает весь интернет и весь тикток И мы с вами не можем не обсудить Честно, я посмотрела этот выпуск, как только он вышел практически Что хочу сказать Валя капец красотка Потому что я в такой ситуации бы разревелась и убежала Клянусь, я бы не смогла отвечать вот так сидеть, как она спокойно Я бы, правда, от такого психологического давления расплакалась Ну, потому что Лариса, я ее очень уважаю Это женщина, которая действительно всю жизнь посвятила себя музыке И там вот она работает в музыкальной кафедре Она супер женщина Но это, конечно, было жестко По отношению к молодым Вот так вот сидеть, засирать И говорить о том, что ты не можешь петь и так далее Ну, я так думаю Я говорю правду абсолютно всегда Честно и без... Учиться надо Данные есть, но нужно учиться Чтобы управлять своим голосом Он пока еще тебе не подчиняется Я согласна с Валей о том, что каждый имеет право делать то, что он хочет Если хочет петь Если он даже не умеет петь Но он хочет доносить свои тексты до людей Хочет потом орать с ними на концертах Почему бы и нет? Тем более она учится Тем более у Вали реально клевый голос И тяжело было, конечно, смотреть этот выпуск Потому что атмосфера там была очень накаленная Просто Макс Галкин, который пытается помирить двух подружек Такой Но иногда и он накалял обстановочку, между прочим Макс, что? Ну, жестко, жестко, конечно, правда Напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях Кто прав, Лариса или Валя Но здесь, наверное, нет какой-то стороны, которая абсолютно права Тут просто есть странное поведение Немножечко некорректное Когда можно было бы быть и помягче Поэтому вы там обсуждаете А мы погнали к следующим новостям А следующая новость какая? Что вышел клип, наконец-то, на наш трек с Олечкой Так сильно И он так сильно ждет, чтобы вы все его посмотрели Я надеюсь, что вы это уже сделали Но если нет, то срочно переходи, смотри Потому что клип получился нереально красивый Мы снимали его сутки И меня там подвешивали каскадеры под потолок Я летала, потом эти тросики все смывались Я вам рассказываю, как снимаются клипы Как снимаются фильмы Вот, у нас даже был такой прибор Нам вставляли вот сюда вот краску Проводки всякие И когда нажимаешь на кнопку Эти проводки взрываются И оттуда выливается краска Так в фильмах снимают сцены с выстрелами, короче Вот, не знаю, по-моему, получилось очень красиво Это моя, наверное, первая такая серьезная работа в плане клипов Что вот на таком уровне Ну, мне кажется, что это реально уровень Поэтому посмотрите на досуге Очень классный клип получился Коронавирусная вечеринка Ну, я не считаю, что в этом виноваты Иксо или их вечеринка Ну, просто констатация факта Что был день рождения Иксо И после него наши ребята Ира Блан Оля Шелби И еще и Тема Витерфорк Заболели короной Блин Ребята теперь лежат в очень тяжелом состоянии Кстати, давайте все пожелаем им скорейшего выздоровления Напишем им везде в комментариях В инстаграме сообщения Чтобы они выздоравливали Мне кажется, им будет приятно Ну, короче, ребята заболели после тусы Да ты шум Наверное, потому что там было большое скопление рот Я не знаю, честно Но заболели Теперь лечатся Мы с ними не общаемся Но я очень надеюсь, что скоро они поправятся И все будет хорошо Поэтому, пацаны, не болейте Я вас очень люблю Берегите себя Берегите свое здоровье И, как оказалось, все-таки, наверное, рановато для больших вечеринок Потому что опасно Сейчас многие А сейчас какая-то вторая волна началась Потому что все опять заболевают Мне страшно Потому что я короной не переболела А Иксо, кстати, я не знаю, я поздравляла с днем рождения их или нет Потому что я уезжала в этот день в Питер Поздравляла? Еще раз с днем рождения! Новое шоу Ксюши Хоффман Которое называется «Стенка» Уже снимается вовсю И скоро мы увидим первый выпуск В котором приняли участие девочки из Иксо Там Алиша Кристи Крайм А Лиза Василенко Рената Рива ВВ И также там были Сережа Любимов и Андрей Петров Очень интересно, конечно Я знаю, что там будут приходить блогеры И у них будут какие-то разборы Я очень жду первый выпуск, чтобы посмотреть Но я вот послушала, о чем будет это шоу Я бы, наверное, на него не пошла Потому что это немножко страшно Именно мне страшно Потому что я не умею так ругаться и так далее Но круто, интересно будет посмотреть Так что ждем Жесткий пранк над Даней Милохиным Короче, на канале Оршоу вышло видео Где Джиган и Андрей Орлов пранкуют Даню Жестко Реально жестко Потому что я бы заняла этот выпуск И такая, чего? Я бы в этой ситуации, не знаю Обосралась бы, орала на всех Мне кажется, я бы паниковала, злилась Короче, рассказываю суть Даня пришла с Джиганом похавать в кафе Вот, типа там, обсудить, что-то все дела И митинги К ним забегают чуваки Говорят, можно мы у вас пересидим Потому что за нами ходит полиция В итоге полиция забегает И забирают этих чуваков и Даню Сажают в автобус И там начинается жесть Типа Даню хотели забрать Как призывника Самое смешное Просто можно было посчитать Сколько раз за выпуск Даня сказал Я просто сидел, ел в ресторане Я ел в ресторане Я просто сидел, ел в ресторане Я повторял эту фразу Клянусь раз в 10 секунд Это очень смешно Я сидел, ел в ресторане Вы забираете Я сидел в ресторане Вот тебе и сходил в ресторан Был звездой тиктока Стал звездой пехоты Ну я представляю, как ему было страшно Он держался реально молодцом Я даже Даню зауважала Ну не то, чтобы раньше Ну реально Он такой спокойный был Чего ему говорят Снимай в футболку, раздевайся Я просто ел в ресторане Просто ел в ресторане Что-то меня хотите Форма надевания Сидел, ел в ресторане Кто такой? Форму надевай Че, на потанцовке у Киргора Что ли, или че? Сидел, ел в ресторане Я тебя в Сибири отправлю Будешь там танцевать На плацу, понял? Бегу он надел Форму сказал Мужчина, я ел в ресторане Дань, мы поняли, что у тебя есть бабки И ты ел в ресторане Че вы... Короче, если вам интересно И не смотрели Можете глянуть на досуги Это, конечно, вообще обосраться Ну как всегда, как всегда, как всегда За что жизнь моя жительнянка Да ну ел в болото Еще и хрущу Димас Блок Решил помириться с Егоркой Шип Короче, Димас Нарисовался огромный плакат Написал Егор, пока ты со мной не помиришься Я не сдвинусь с этого места Пошел в парк Горького Взял с собой горячий чай Фритовую тарелку И сидел, ждал Накрыл поляну, руки уже дрожат от холода Но я взял чаек Я по-максимальному подготовился Так что, бро, накрыл поляну, жду тебя Ждал И он пришел Он пришел на свиданку Вроде как, реально, пацаны помирились Не знаю, может быть, они изначально договорились И решили сделать такую фигню Но прикольно, че С плакатом такой Димас стоял, мерз В парке Горького Вот, его девушка Егор Шип Пришла на встречу Ладно, пацаны помирились Это главное Неважно, постанова это была Или нет Игорь Синяк отказался сниматься В шоу с Катей Голышевой Я так понимаю, это то самое шоу Стенка у Ксюши Хоффман Игорь выложил такую сториз о том, что Он пришел на шоу, где была Катя И хотели столкнуть лбами Чтобы они начали ругаться И на этом похайповать Но он понял, что не хочет участвовать В этой истории И ушел Катя Голышева Мне неприятно Я этого не скрываю Зачем мне ругаться Если я не хочу ругаться Ну, короче, в общем Я не пошел Он сказал, что я никаких отношений Не хочу иметь с Катей Я вообще ее никак не воспринимаю И не собираюсь в этом участвовать Что сказать В принципе, это позиция Так бывает Бывают люди недолюбливают друг друга Кто-то говорит это в лицо Уже неплохо Клип Моргенштерна и диджея Смеша запретят Короче Ну, это было ожидаемо А председатель Госдумы Который заведует как раз такими делами религиозными Сказал, что клип на песню «Новая волна» Нужно запретить Потому что он экстремистский Нужно его отсюда удалить и так далее Это правда было ожидаемо Потому что даже под этим клипом в комментах Многие писали, что этот клип оскорбит чувство верующих Там были баталии и так далее Ну, не знаю, насколько далеко зайдет правительство Удаляют его или нет Будет, конечно, обидно терять такой шедевр Кстати, я вообще Вот я не прям дикая фанатка Моргена Но вот этот трек Во-первых, это трек моей молодости, моего детства А во-вторых, это «Танцы, как тупая» «Танцы, как тупая» Я просто, я вот так вот Я не могу прям не танцевать Реально, как тупая Очень мне понравился Очень крутой трек А это были все новости на сегодняшний день С вами была я, Аня Покров Уже, кстати, 12 часов ночи Поэтому я ложусь спать И ты ложись спать Хотя это видео выйдет днем, наверное, неважно Я вас очень бы целую Не забываю писать комментарии Подписываться на канал Ставить лайк А я пошла Пока-пока Пока-пока